В общем, на видео видно, да, как меня задерживали, единственное, что после этого меня отвезли там буквально на несколько метров, завезли на стоянку этих автозаков. Мы видели твой автозак, допустим, 050, 050, 050, 050. Да, 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 это меня сначала посадили, потом меня отвезли, вывели, под конвоем завели просто в автозак, по-моему, даже без номеров. Автозак был полностью затонирован изнутри, то есть я не мог видеть, что происходит на улице, и сотрудники Центра АЭС совместно с полицей начали просто вырывать у меня телефон. Ну, я, естественно, отказался, потому что просто не тыкнуто, не делал. После чего начали выкручивать руки, бить по голове достаточно серьезно, и, насколько я помню, да, вламывали кистью. А еще не кто-то этих уже видел? Нет, не знакомые были. Они конкретно меня выслеживали, то есть было видно, что они меня сначала на автозаке 0549, которые нас уже один раз задерживали, преследовали, и лично меня выхватили. То есть у них была наводка, скорее всего, от Арбатского УВД, да, по факту 22 сентября, когда меня задержали, не задержали за баннер, я смог скрыться, и сейчас вот отлавливают всех, кто тогда участвовал. А родители твоих где? Родители, они сейчас в отделении получают копии этих протоколов о доставлении. Протоколу не было составлено, административное нарушение, понятное дело, вот. Вот сейчас получают копии, поедем, наверное, снимать побои, потом мы же сюда вернемся, напишем заявление или еще куда-то. Насколько мне известно, тебя сегодня седьмой раз задерживали. Седьмой, да, по счету. Это было уже после окончания митинга у памятника воинам-интернационалистам, это уже было спустя, наверное, минут 15, когда мы уходили группой, участники АНС, без срочки уходили по дороге в сторону не знаю чего, в общем, просто подъехал автозак, конкретно меня выдернули, причем сотрудники были с автоматами Калашникова, зачем-то, не знаю. Вот, наверное, опасно мне приступили. А с экстремистами борются? Ну да, трех из центров по борьбе с экстремизмом они вызвали.